Предзнаменование для «маленькой России» Необычайная депопуляция населения Российской Федерации в мирное время уже вывела нас из сферы привычных социальных, экономических и демографических отношений, широко обсуждаемых на современной мировой арене, и превратила в terra incognita для современного исследователя глобальных проблем. По многим признакам Россия продвигается еще дальше в эти исторически незнакомые области и, возможно, действительно останется там на десятилетия вперед. Демографические исследования России в областях депопуляции, конечно, представляют собой нечто большее, чем чисто академический интерес. Обстоятельства, приводящие к сокращению численности населения в Российской Федерации сегодня, например, должны вызвать огромную гуманитарную озабоченность. Более того, с экономической точки зрения нет очевидного исторического примера общества, которое продемонстрировало бы устойчивый материальный прогресс перед лицом долгосрочного сокращения численности населения. Тем не менее, поразительно и, возможно, парадоксально, что руководство Москвы вступает на неопределенную территорию депопуляции с весьма амбициозными целями. Например, в конце 2007 года Кремль обозначил цель достижения и поддержания среднегодовых темпов экономического роста в предстоящие десятилетия на уровне порядка почти 7% в год. На этом пути, по мнению российских чиновников, ВВП России увеличится в 4 раза в ближайшие два десятилетия, и к 2020 году Российская Федерация станет пятой по величине экономикой в мире. Пожалуй, слишком очевидно в наши дни стремление восстановить геополитическое влияние ощущается и в политических кругах Москвы, несмотря на перспективу потенциально значительного относительного сокращения доли России в мировом населении. Помешают ли демографические ограничения России достижению этих амбициозных целей? Если да, то как отреагирует российское руководство внутри страны и на международном уровне на такое непроизвольное снижение своих ожиданий? Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание.